В здании станции скорой медпомощи лежит раненый. Условно раненый мотоциклист. Человека в шлеме, словно второй кожей, плотно обтянутого комбинезоном, осматривают фельдшеры и реаниматологи. Двойная подвернутая строчка, защитный материал, усиленные твердые вставки – это хорошая степень защиты. Но в случае аварии это серьезное препятствие для медицинских работников, особенно плотно сидящий шлем. У нас недавно произошло ДТП. Мотоциклист ехал на понесвещенной трассе, на спортивном байке, правильно поняла, да? И столкнулся с лошадью. Ехал на большой скорости, к сожалению, он погиб, лошадь тоже погибла. И мы столкнулись с тем, когда прибыли на место аварии, что мы не смогли снять шлем. Байкеры мотоклуба «Блэксмитс МС» из Анапы и Геленджика привезли на встречу с медперсоналом разные виды экипировки мотоциклистов и шлемы. Дешевый пластик разлетается на куски и может травмировать голову пострадавшего. Качественные шлемы снимаются с трудом и особым образом. Комбинезон нужно разрезать только вдоль шва. Перед вами так называемая черепаха. В основном вообще она должна использоваться по-хорошему на кроссовых мотоциклах. Но так как у нас климат жаркий, очень часто народ летом одевается и не идет. Спасает она только от первого удара. При спасении чьей-то жизни после ДТП счет идет на секунды. Правиться со сложными застежками шлема получается не сразу. Медицинские работники на практике отработали, как снимают разные виды шлемов, изучили комбинезоны черепаху, мотоботы и перчатки. Стандартным набором инструментов в таких случаях не обойтись. Специальное оборудование для того, чтобы легче было снять эту амуницию, стропорезы, это не медицинское оборудование, они входят в оснащение бригад. Это пожелание, наверное, наших медиков и представителей Байковского клуба, чтобы это было, чтобы нам облегчить работу, снять и разрезать тот же комбинезон, разрезать завязки шлема. Ну, приобретем хотя бы на те бригады, которые выезжают на ДТП, это вот две реанимационные бригады, для них мы приобретем, чтобы действительно облегчить их труд. Сотрудникам бригад скорой помощи новые навыки обязательно помогут в дальнейшей работе. Конечно, полезно для докторов, потому что многие с этим не сталкиваются. Вот, когда человек попадает в первую такую ситуацию, для него это, конечно, очень важно. Ну, имея небольшой, сказать, практический опыт в этом деле, некоторые аспекты, которые они стили, ну, стали несколько новыми, в общем-то, да. Есть своя специфика в работе с этими пострадавшими, ну, как бы, это все помогает. Обычно работаешь уже на автоматизме и знаешь, что как делать, видя состояние человека, видя, что у него в первую очередь пострадало, и как оказать помощь, сориентироваться, это самое главное на месте, но это, конечно, приходит с опытом, это приходит с сознаниями, это приходит с уверенностью. Встреча действительно очень полезная, очень наглядно все показано, объяснено, разъяснено. В качестве, что касаемо шлемов, это очень важно, естественно, в ситуациях ДТП с мотоциклистами. Ну, и также защита, защита, которую действительно очень тяжело снять. Теперь мы будем действовать еще более профессионально, думаю, что трудности у нас не возникнут. 16 ноября – день памяти погибших в дорожно-транспортных происшествиях. По данным сотрудников РОДПС, за 10 месяцев этого года из 104 аварий 15 с участием мотоциклистов. Три человека погибло, 13 раненых. Как бы нам не хотелось реже встречаться с медиками, с работниками скорой помощи, но из-за нашего, так сказать, опасного увлечения двухколес, очень частые аварии. Сегодня мы приехали сюда для того, чтобы вместе, совместно с медиками, выработать, может быть, не новую, а давно забытую старую методику помощи пострадавшим двухколесным братьям на дорогах. Любителям острых ощущений следует уделить больше внимания собственной безопасности и соблюдению правил дорожного движения, чтобы полученные навыки сотрудникам скорой помощи не пришлось применить.